Пандемия коронавирусной инфекции внесла существенные изменения в ход нашей жизни. По всей стране закрыты кинотеатры и рестораны, отложены крупные спортивные состязания, сокращено транспортное сообщение между городами и странами, оказало влияние нынешняя эпидемиологическая обстановка и на проведение главных государственных праздников. Так, мероприятия в честь Дня Победы перенесены на неопределенный срок. 9 мая не состоится Парад Победы и шествие Бессмертного полка. Впрочем, 75-летний юбилей Великой Победы в нашей стране точно не останется забытым. О том, как сохраняется память о подвигах предков в условиях пандемии, в нашем следующем репортаже. Великой Отечественной войне Валерий Грибов в условиях пандемии коронавируса сохраняет режим полной самоизоляции. Из дома не выходит, общается только с семьей. Валерий Андреевич из нашей съемочной группы согласился побеседовать только по интернету. Повод особый. Пенсионер написал стихотворение к 9 мая. За основу взята история героя произведения Константина Симонова «Я убит под Оржевом». Замечаю сердечно, берегите страну. Пусть живет она вечно, не встречая войну. С высоты пьедестала, на кляну журовлей, нам в России пристала красотой мирных дней. Произведение отверского поэта-ветерана оценили на федеральном уровне. Планировалось, что оно будет прочитано у Ржевского мемориала, возведение которого у деревни Хорошего в настоящее время завершается. Ожидалось, что строки Валерия Грибова будет озвучивать народный артист СССР Василий Лановой. Однако все изменил коронавирус. Праздничные мероприятия в честь Великой Победы из-за инфекции были перенесены на неопределенный срок. Это касается и торжеств Ржевского мемориала, и Парада Победы на Красной площади, и, разумеется, шествия бессмертного полка, в котором каждый год участвуют сотни тысяч людей по всей России. Впрочем, ветераны уверены, решение о переносе праздничных мероприятий обоснованное. Я поддерживаю то, что Парад Победы переносится на более поздний период, потому что это тоже общение. Надо сидеть дома, надо побольше мер принимать, чтобы не было контакта между людьми. Точку зрения Валерия Грибова поддерживают и другие тверские ветераны. Председатель Совета ветеранов вооруженных сил Заволжского района Николай Никодимов уверен, рано или поздно главный парад страны на Красной площади все же состоится. Для переноса, считает Николай Тимофеевич, вполне подходят две даты. Первый вариант Парад Победы провести 24 июня, когда проходил Парад Победы 1945 года. Второй вариант 23 августа провести, когда будет исполниться 70 лет Победы советских вооруженных сил на Курской битве. Как бы то ни был, один из важнейших праздников нашей страны точно не останется без внимания государство. Об этом в недавнем обращении к нации заявил президент страны Владимир Путин. Российский лидер отметил, что и парад на Красной площади, и марш бессмертного полка обязательно состоятся в этом году, но позже. Понимаю, что для всех нас именно 9 мая – это День Победы. Он с нами навсегда. Саму эту дату невозможно ни отменить, ни перенести. Мы не будем этого делать. В каждой семье в этот день будут вспоминать и чествовать своих героев. Мы сделаем все необходимое, чтобы ветераны чувствовали нашу заботу и благодарность. Задействуем все наши возможности. Несмотря на пандемию, подготовка к юбилею Великой Победы продолжается. Память о 75-летии подвига нашего народа будет увековеченной в металле. К 9 мая Банк России выпустил в обращение памятные монеты номиналом 25 рублей серии «Оружие Великой Победы». Они посвящены известным конструкторам оружия. Такие памятные монеты, уверены в Банке России, это хорошая возможность сохранить важные для истории вехи. На оборотной стороне монеты рельефно изображены известные конструкторские разработки, которые сыграли важную роль в победе советского народа в Великой Отечественной войне. И также указаны фамилии конструкторов. Также ко дню Победы Банк России выпустил 10-рублевую монету. Она состоит из двух видов металла. На оборотной стороне рельефно изображено число 75, пятиконечная звезда и годы Великой Отечественной войны. Как отмечают центробанки, все монеты обязательны к приему в наличные платежи на всей территории Российской Федерации. И еще. День Победы станет особенным и для нашего телеканала. Тверской проспект «Регион» 9 мая покажет уникальную хронику. Первый парад Победы, который состоялся 24 июня 1945 года в Москве на Красной площади. Начало трансляции в 10 часов утра.